Друзья, сразу хочу извиниться, вчерашнее видео у меня почему-то обрезалось на последние 3 минуты. Спасибо тем, кто отметил этот факт. Наверное, что-то было при загрузке на YouTube. Но на самом деле ничего критичного там не вырезалось. Буквально там прощальные слова и напутствие по поводу того, как себя следует вести в ближайшее время на рынке. Ничего сверх критичного. Ну а сегодня мы продолжим смотреть на рынок. Вернемся к цене биткоина несколько позже. Сейчас посмотрим на новости. Ну и, конечно, у нас самая главная новость это у нас XRP. Потому что, как вы, наверное, заметили, у нас XRP вырос за последние несколько часов. Вот с, ну буквально там на 10%, даже чуть больше, чем 10% такой одной резкой свечой. И все это по тому, что появились определенные новости-слухи по поводу того, что XRP будут участвовать в переводах с помощью SWIFT. Вернее, SWIFT будет использовать XRP. Конечно, на самом деле, изначально такой посыл это о том, что есть такой стартап R3, который, конечно, использует технологию XRP. И у них там много с Ripple таких пересечений, они работают тесно вместе. Но SWIFT изначально планирует использовать именно R3 как платежи. Так вот, почему же все-таки у нас XRP так стрельнул на фоне этих новостей? Ну, во-первых, потому что связи очень явные. Во-вторых, потому что у нас есть неоднократные свидетельства того, что XRP, SEO XRP и SEO SWIFT работают очень тесно, не то, что работают, но, по крайней мере, появляются очень часто вместе на публике. Вот заявление SEO SWIFT, Готфрида Лебранта, о том, что он видит то, что XRP в криптоиндустрии занимают лидирующие позиции. И просто сейчас волатильность криптовалют сильна, а пока, когда она будет более-менее... Ну, вернее, даже не то, что когда она будет, вот типа банки пока еще не готовы к тому, чтобы использовать криптовалюты. А на самом деле все это очень здорово. XRP это один из самых таких прекрасных примеров и так далее, и так далее. Вот, ну и на самом деле, возможно, возможно, что это тестовый заход на R3, да? А так как XRP у нас куда более крупные ребята, возможно, что все это потом вследствие приведет к тому, что ребята из SWIFT возьмут XRP за основу. Ну и вот так вот на полуслухах уже, видите, растут у нас курсы и другие подобные новости, например, о том, что XRP делает все больше шаги вперед в партнерстве с банками. И, например, SBI Holdings в Японии, они сделали общий венчурный фонд, и SBI это очень-очень крупная компания с огромным капиталом. И теперь вот XRP будет участвовать с ними в общем деле, в общем, ну у них будет общий партнерство между этими двумя компаниями. И, естественно, вместе с тем, что SWIFT и R3 у нас вот это все дает большой-большой пинок энтузиазму у холдеров, тех, кто держит Ripple, ну вернее XRP. Более того, еще одна новость по поводу того, как XRP будет использоваться в платежах, XRapid там, да, и так далее. И суть новости в том, что есть банк в Лондоне, да, ну как бы он, у него филиал в Лондоне, но, к сожалению, для оптимистов XRP это офшорный банк. Ну и вроде бы как этот банк будет использовать XRP для переводов там и так далее, и так далее. На самом деле не совсем все так ярко, потому что не такой уж это крупный банк, и не такое уж это сильное движение для, сильный как бы прогресс для XRP-шников. Дело в том, что им, конечно, нужен какой-нибудь крупный клиринговый банк европейский, тогда, возможно, они получат действительно какое-то, ну такое принятие, что ли, среди масс. Пока что это все так на уровне спекуляций. Ну, посмотрим, как это все будет выглядеть. Вернемся от этих спекулятивных новостей к еще более спекулятивным новостям, к нашему биткоину. Есть такой товарищ в Твиттере, Moon Overlord. И вот он, такой у него пост есть. Недавно слышал, только что услышал от своего инсайдера в SEC, в SEC, буквально, что он сказал, это покупайте биткоин. И говорит, я не шучу. На самом деле, такие вещи могут оказаться все-таки шуткой, да, или что-то таким, ну, немного перевернутой действительностью, реальностью. Однако, как вы понимаете, вполне реально может быть то, что действительно сейчас какие-то процессы происходят там такие, которые в дальнейшем приведут к очень-очень сильным движениям в регулятивной сфере. И мы увидим и принятие, и там ETF, и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот, вот, вот такие штуки происходят. Посмотрим, если он окажется прав, да, то я думаю, этот парень наберет себе 100 тысяч подписчиков плюсом очень быстро. По поводу самого биткоина, у нас есть определенный, уже даже среди явных медвежьих медиа, таких как Market Watch, которые постоянно там бомбардируют нас тем, что биткоин идет к нулю, там, к новому дну. Уже даже они пишут, что, ребят, биткоин тут на самом деле, по мнению аналитиков, перепродан. И вот тут мы находимся в достаточно долгом боковике. А РСА у нас на перепроданной территории. Это говорит о том, что мы должны вырасти и так далее, и так далее. На самом деле, конечно, никто не знает, как сейчас пойдет цена. Как мы уже об этом говорили несколько раз в предыдущих видео, по-хорошему нам бы надо уже расти, либо падать совсем-совсем низко, там, вплоть до менее тысячи долларов, чтобы уж совсем все отчаялись и там посидеть достаточно долгое время. Но пока, как вы видите, даже на таком, на коротком таймфрейме у нас вроде бы как рисуются более высокие максимумы, более высокие минимумы. То есть пока мы даже, как бы так, пытаемся выйти из вот этого нового, в новой зоны, после которой образовалась после падения. Ну и на самом деле, так как вот этот, вообще вся вот эта вот область с там четырех тысяч до трех тысяч, она на самом деле очень узкая, и любое движение там в 200-100-200 долларов, которое раньше казалось ничтожным при ценах в 6 и более тысяч долларов, сейчас это очень сильно оказывает влияние, и кажется, что вот прям мы либо пойдем сейчас наверх, либо будем падать. То есть вот когда мы с этого минимума в 3,340 выросли, в принципе, да, 3,460 на 120 долларов, это уже в принципе то же самое, что если бы мы сейчас поднялись на предыдущий уровень, с которого мы резко упали. И то же самое происходит и в альтах, многие укрепляются. Пока же я продолжаю следить вот за вот этим вот треугольным, треугольником-клином, пока все идет по той же, тому же сценарию. И если посмотреть на более такой широкий исторический промежуток, то в то время как раньше на 3,500-3,600 мы были зажаты между уровнями в 3,100 предыдущий минимум и 4,100 предыдущим максимумом, то теперь мы в принципе зажаты между 3,300, где у нас там скользящие средние и прочее, и там вот эти все штуки, и объемы и так далее, и между 3,600, где у нас предыдущий боковик и большое сильное сопротивление. То есть видите, как вот эти все каналы, эти все диапазоны, они сужаются все больше и больше, и у нас впереди, между прочим, если кто забыл, форк эфира в конце февраля, в марте, как вчера мы говорили, у нас будет фиделити, и многое-многое другое по мелочи, что в принципе должно оказывать так то или иное влияние на цену. Посмотрим, как это все на самом деле отыграет. Сейчас, как вы понимаете, сказать все очень сложно, объективно сказать сложно, но да, смотрим, смотрим на то, как отыграет. Опять же, могу только сослаться на видео 2 дня назад, которое я делал по теханализу. Тем не менее, по-прежнему сейчас я, как и здесь, как и здесь, настроен скорее по быче, чем по медвежьей. И в долгосрочной перспективе я должен отметить вот такую штуку, как уполовинивание награды, да, халфининг, так называемый, за майнинг биткоина. И есть такой, ну, вроде бы как паттерн, да, не паттерн, зависимость, когда в момент халфинга этого самого у нас происходит рост цены за биткоин. Вот так было, так случилось у нас в 2013 году, когда получился такой первый сильный халфинг. И потом уже в 2016 году это тоже уже было на определенном росте, когда у нас уже было понятно, что, в принципе, мы начали расти. Но, тем не менее, после этого, через какое-то время, мы достигли предыдущего максимума и пошли на новые высоты. И сейчас говорят, что следующий будет где-то в середине 2020 года. Ну, там, по-моему, что там, май, кажется, да. И в этом, в этот момент у нас уже должны по этому, по этому закономерности быть определенный, быть определенный рост. И вот эти вот стрелочки здесь указывают на то, что где у нас минимум, да, то есть здесь вот где-то в середине 2019 года должен быть минимум по этой закономерности. На самом деле сказать однозначно, как всегда, как всегда нельзя. Однако, вот так вот глядя на такие долгосрочные и перспективы, и большие масштабы временные, ну, явно, что у нас есть буквально несколько месяцев, наверное, до максимум, до потенциального, еще более низкого уровня, то есть дна битцены, а потом мы должны, наконец-то, уже расти. И если посмотреть относительные значения, то на самом деле можно было бы расти и чуть-чуть пораньше. Но это просто еще одна, такой, один такой важный момент. А по поводу хаффинга, ну, вы понимаете, да, что тогда будет уменьшена награда за майнинг, то есть эмиссия биткоина будет в два раза уменьшена и давление со стороны майнеров, которые отказываются на рынок, то есть они будут меньше продавать битка и, соответственно, спрос на эту криптовалюту у нас должен расти. Вернее, спрос не будет расти, если у нас соотношение спроса и предложения будет расти. Таким образом, все пока выглядит достаточно неплохо. Мы уже прожили вот этот целый год вот в этом медвежьем рынке. Осталось не так долго ждать, так что посмотрим, ребят, держитесь, как говорится, да. Ну, а краткосрочно, краткосрочно все мы уже несколько раз обсуждали. Давайте смотреть, опять же, как это будет, как это на себя будет вести. Но пока, как вы видите, даже мы как-то показываем определенную силу, при этом неплохие объемы. Надо сказать, что это, конечно, может оказаться просто такое охлаждение рынка после вот этого падения, когда, опять же, тот же самый RSI у нас перепродан. Нужно его немножко поднять, ну и так далее. На этом все, ребят. Давайте посмотрим, что будет завтра. Надеюсь, увидеться с вами в новом апдейте. Удачи торговли. Пока. Пока.